С 1 ноября в многофункциональных центрах Ульяновска перестанут принимать граждан без QR-кодов. Среди людей уже начались волнения. Переживают в основном пенсионеры, ведь они приходят сюда оформлять субсидии на оплату ЖКХ и другие важные документы. Наша съемочная группа отправилась в офис организации на улице Гончарова, пообщалась с посетителями. Одни напуганы предстоящими переменами, другие же нашли плюсы в антиковидной реформе. Ужасно. Почему так? Это же врачи должны обследовать, кому делать прививку или нет. Из всяких анализов они гонят на прививку. Для меня лично неудобно. Я сейчас пока вообще не привитый. Я на инвалидность. Согласия не надо. Как вы будете выходить в ситуацию, чтобы сюда приходить за услугами? Ну, прибьемся, попробуем. Тут сложно сказать, на самом деле. Ситуация непростая. Возможно, это как-то скажется положительно. Возможно, это будет усложнять процесс. С какой точки зрения народу будет меньше. Проходным билетом в ФЦ также будет служить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до визита. Притом те, у кого есть медотвод, от прививки будут обслуживаться в прежнем режиме. А лицам до 18 лет и вовсе не потребуется никаких сертификатов. Кроме того, все услуги можно будет, как и раньше, оформить через портал госуслуги. Но вернемся к вопросу о пожилых ульяновцах. Известно, что далеко не все люди старшего поколения научились пользоваться смартфонами и компьютерами. Но, как утверждает Светлана Пенышева, выход из ситуации найден. Все услуги социальной защиты, а это услуги более 140, где любой человек старшего поколения, или тот, который получает эти услуги, может написать собственноручно простую доверенность. Не нужно идти ни в какую натуральную контору для оформления вот этого разрешения. А 14-летним гражданам паспорта тоже будут выдавать по новым правилам. Если у родителей не окажется QR-кода, взрослые должны будут довести ребенка до входной двери. Там его встретят сотрудники МФЦ и после выдачи паспорта проводят на выход. Виктория Черкова, Артем Куранов, Уллправда ТВ.